Всем привет, с вами Фанатик, это игра Kingsbound, теперь Крёстки Миров, и я продолжаю прохождение этой замечательной игры. Собственно, побегал я, так и не нашёл нормальной некромской армии. Вампиры, да, круто, вампиры с колечком, прям очень даже круто. Если бы ещё кровопийцу найти, собрать комплект, 10% атаки вампиров. Обычных я, кстати, вампиров так и не нашёл, есть только древние вампиры, ещё бывают обычные. Они тоже, в принципе, бьют без сдачи, было бы неплохо их заполучить, а так только привидения и проклятые привидения. Но эти отличаются только, по сути, навыком и количеством здоровья. Скелеты-лучники тоже не очень заходят, потому что их, во-первых, все бьют, а во-вторых, у меня нету поднятия нежити, и некромантов тоже не удалось найти, поэтому... Вот этот вот артефакт, мёртвый амулет, нужно менять, иначе моя армия не очень. Я вот так подумал, надо заменить на вот этот вот черепушечку. Черепушечку, она даёт 3 интеллекта и 5 маны, это, в принципе, неплохо. Зато не будет давать дебафчик. И потом, может быть, нежить, в принципе, заменить на тех же самых инженеров, и, возможно, ещё алхимиков найду, будет очень даже и неплохо. Пираты, в принципе, и мародёры уже себя... Мародёры так вообще очень слабые уже они, пираты ещё, в принципе, неплохо себя показывали, но не очень удобно с ними сражаться. Есть более крутые варианты. Соответственно, я сейчас сразу, пока у меня ещё имеется ярость. Кстати, можно даже вот этого дядьку попросить восстановимые магические силы. Опа, готово. 5 сражений надо, чтобы у него перезарядилась эта способность. Не самое полезное, но то, что он 4 интеллекта даёт, вот это круто. Это действительно круто. У меня сейчас прям... Каждые 20 единиц увеличивают длительность действий некоторых заклинаний на один раунд. Вот это прям офигенски. Я, как повышусь, хочу бустануть магию искажения до последнего уровня. И массовая... Ну, благо, на нежить, конечно, не работает, но есть там ещё крутое отравление и парочку других. Например, на скорость бега, либо на инициативу. А мне-то осталось до уровня, ну, буквально чуть-чуть. Соответственно, я сейчас усмиряю вот этот вот черепок. Я посмотрел, вроде бы он... Ну, реально его усмирить. Тут всего лишь гоблинов 230. Тут какие-то гоблины-шаманы. И тут 220 гоблинов. И всего лишь три башни. Причём башни не самые мощные. Я жезл 4 700 хп, по-моему, было у башен. Их было 4 штуки. Или даже 5 штук. А здесь всего лишь три башенки. И они не самые мощные. Соответственно, я могу, во-первых, либо вот это накинуть заклинанием. Либо шандарахнуть фаерболом. 900 аж урона. 9 соточек. Ммм, не кисло так-то. 9 соточек. Но я лучше сделаю по старинке. Соответственно, вот здесь маслянистая. И туда же призыв. Потому что очень крутой призыв. Давай вот сюда сразу так. Опа! И хорош. Далее. Ярость у меня практически максимальная. Я могу что здесь делать? Могу ману восполнить. Могу пикирующего дракона бустануть. Но он мне не сильно поможет. Можно еще потоки лавы. Правда, там перезарядка будет два хода. Здесь перезарядка один ход. Давай, наверное, я все-таки маны для начала сделаю. Еще можно будет призвать Феникса. Хотя он пока слабоват еще. Не сильно мне поможет. Блин, достаю серьезно. Ладно, жди. Жди, жди, жди. Здесь надо поджечь вместе с башенкой. Вот так вот. Опа! Хорош. 57. Критически еще 600 по башне. Что будет делать? Фаерболл прилетел. Второй фаерболл прилетел. Ой, это мне совсем не нравится. Давай-ка ты в мышь превратись. В мышь превратись и... Давай сюда, наверное, будешь на том поле боя сражаться. Так, мне это не нравится. Что-то они взялись мои тернии уничтожать. Надо что-то с этим решать. Скелеты-то ладно, скелеты. Пофиг. А вот тернии терять я не хочу. Скелеты сдохнут. Поменяю их просто на... И на себе. И на себе он его поджег. Ладно, давай. Призрак, иди сюда. Буду поглощать душа. А здесь... Кстати, сколько я... Не кислота, он бьет. А просто атакой. 800-1200. А вот этим... Ой, это слабый урон. Может реально... Бахнуть. Давай-ка вот так вот. Ох ты, хорошо бахнул. Здесь призыв. И вот этим призраком раз ты подошел, я атакую тебя, гаденыш. Он вытягивает душу, в принципе восстанавливается. Единственное, что мне не понравилось, я перед этим боем один сыграл, что он может перерасти мое лидерство. То есть он восполняется бесконечно, не до того момента. Нет ограничения. То есть он может... Когда у него лидерство превышает мои возможности, соответственно, этот призрак выходит из-под контроля, начинает атаковать всех подряд. А мне это не очень нравится. Здесь... Возврат времени. Давай. Это однозначно. Восстанавливаю тернии. Сейчас делаю призыв тернии еще раз. Получается так. Тут... Тут надо вот этих вот грызть. Для начала восполнить вампиров. Есть такое дело. Вампиры вернулись ко мне. Давай через волков вот так вот. Опа. Неплохо. Ну и теперь призраки тоже атакуем. 42 было. 45 теперь. Будете теперь все скелетов бить. Ха-ха-ха. Ну понятно. Ладно. Бейте скелетов. Это не так важно. Ух ты шьё. Чего он два раза атакует? Бьет туда, а еще здесь. Офигевший. Оу. Вот это плохо. Вот это плохо. Здесь надо срочно снимать превращение. Это походу души не вывезут здесь ничего. Давай. Призраки могут полностью погибнуть, но и хрен бы на них, в принципе. Давай атакуй. И сколько? Один восполняется и сразу же погибает. Здесь продолжаю атаковать башню. От кустов ни хрена не осталось. Давай-ка я отползу. Отползу. Зу-зу-зу-зу. Здесь повторный призыв. Так как откат был времени. Он сделал. А, рут. Ерунда это все. Вампиры у меня восполнились. Давай-ка я добью. Вот эту вот башню. Так. Еще давай мне маны. Пачку. Давай-ка маны пачку. Вот здесь можно тоже возврат времени, конечно, сделать. Наверное, я так и поступлю. Давай. Опа. Десяточку верну. А здесь поджигаю опять вот этих вот. Опа. Хорош. Критический. И вот про этих я забыл. Про этих я совсем забыл. Опа. Фига ж ты че вытворяешь, демонюка, да? Этот под замедлением тоже далеко не уйдет. Ладно. Ползу. Че будет делать? Призраков будет обижать. Минус пять. Да, нежить не вытаскивает. Здесь призраки. Ух ты шьё. Ты че делаешь, блин? Десят. Сто пятьдесят. Ещё полтинник. Вы серьёзно? Какие-то дикие дамаги. Ладно, я понял. Надо чего-то вот этого, наверное, убить. Сколько восстановилось. Новые привидения. Один. Вот такое. Девятерых. Десять. Пятнадцать. Давай вот этого вот снесу. Шамана. Он очень опасный. Здесь мне нужно атаковать, наверное, вот эту башенку. Она достаточно такая опасная. Давай ману. Возврат времени сейчас промочу тоже. В этот раз уже на скелетиков надо это делать. Давай вот так. Иначе их очень много убили. Мне это не нравится. Давай атакую. Опа. Семьсот пятьдесят восемь. Так вот здесь. Выжечь как следует. Обоих, наверное, стоит. Больнючие эти гоблины. Ярость плюс анну. Ништяк. Ну тут пусть бегает. Призрак. В принципе. Опять он его, блин, превратил в барашка. Ты издеваешься. Четырнадцать. Короче, про призраков можно забыть. Да? Называется, профукал кучу денег на ненужную армию. Что-то они не вывозят вообще. Давай хотя бы вот этого грохнем. Без воскрешения нежити они вообще не вывозят. Здесь деф. Здесь атакую башню. Восемь сотен. Рассеивание. Пустов. Так. А теперь возврат времени. Возврат времени. Возврат времени. Если я вот так вот возьму. Потом атакую башню. Тац. Слабенько, конечно, вампир бьет. Вот. А дичайшего урона у него нет. Есть. Наконец-то эта башня погибла. Почему-то он не полный. Их 38 штук было. Здесь не добегаю пока что. Но вот этого орка явно надо кустами атаковать. Иначе это плохо закончится. Ё-моё. Что ж ты делаешь, блин? Пятерых. Тут явно возврат времени надо делать. Сколько ты убил? 14 вампиров с усиленным хп. Серьёзно? Ещё и отравил. Охренеть. Вот зараза-то, а. Что ж ты вытворяешь? Что ж ты вытворяешь? А ну подожди пока что. Башня ты злосучья. Очень мощные фаерболы. Так, здесь призыв. И откат времени надо делать. На этот куст. Тяжело я этой армией сражаюсь. Ой, как тяжело. Здесь нужно... На возврат времени не хватит. А его нужно сделать однозначным. Давай вот так. 18 вернул. Здесь ману. Получай. Сколько восстановил? 4 восстают. Слабовато. Конечно. Но что поделать. Здесь до башни не долетаю. А надо её сносить. По кустам, зараза, атакует. И всё тут фаерболами. Так, ну призрак, конечно, вернулся. Давай. Этот куст в атаку. Этот куст в атаку. Ещё и сетку на него кинул. Я хотел, блин, башню бить. Чё будет делать? Ага. Дебаф. Нет, баф наоборот получается. Брони на гоблинов. Кого будет атаковать? Скелетов. Ладно, скелетов пофиг. Мне тут главное вампиров вернуть. Враг ответит на удар. Пока не хочу я этого делать. Ну, башню надо сносить, поэтому атакую её. Атакую её. Кусты побежали. Куку, конечно, от них никакого, но тем не менее. Здесь призыв очередного куста. Конечно, откат времени на тернию. Это просто имба. Просто имба. Откат времени, наверное, даже ни на кого и не надо делать. Единственное, нужно рассеивание сделать сюда. Нужно рассеивание сделать сюда. Далее, ману. Давай. Вампиры, значит. В атаку. Сколько восстановил? В этот раз трое. Слабенько, конечно. Так, ты. Призванный давай. Фигач. Здесь кого-то атаковать смысла не имеет. Иначе она погибнет полностью. Пусты. Очередные в атаку. Надо с этими гоблинами разобраться. Здесь давай. Кусь. Не добил, блин. Блин, да что ж ты дел... Зараза. Что ж ты, зараза, такая делаешь? Придется откат времени намутить. Опять. Вот эту башню добиваю, чтобы она больше такой ерунды не творила. Здесь деф. Здесь деф. Вампиры даже полностью не восстановятся. Откат времени на кусты. Кусай его полностью. Сколько? Трое восстановилось? Ну, все еще не все. Ну, да ладно. Добиваю. Призраков тут, конечно, погибло. Етить, колотить. Не вывозят они вообще никак. Да и скелетов 250. Ну, правда, левел ап... Это хорошо. Вэвел ап... Это прекрасно. Еще плюс 240 лидерства. И... Черепушка. Усмирен. 100. О, хорош. Хорош. А куда же его? Давай вместо вот этого одену. Артефакта. Теперь. Как только у меня погибнут все привидения. Соответственно, надо инженеров будет воткнуть сюда. Ну, мне бы еще набор алхимика, на самом деле... На самом деле бы поставить... Это что дает? Три атаки, две защиты. Блин. Плюс интеллект. Ну, тут очень хороший этот зуб дракона. Ожерелка. Набор алхимика пока... Сюда никак не заходит. Вообще никак. Ладно, скелетов. Влучников я, наверное, пойду. Все-таки. Под найму, пока они еще здесь имеются. Они, в принципе, дешманские. Не проблема. По 20 монет. 6 тысяч всего. Нанимаю всех. Практически восполнил. Ну, убьют так убьют. Это не смертельно. Может быть, призраки еще восстановятся, если аккуратненько как-то ими пытаться сражаться. Вот здесь что? Продают. Какие-нибудь полезные артефакты есть? Нет, артефактов полезных не имеется. Теперь я, в принципе, могу с черепом шамана и еще инквизиторов в армию посадить. У инквизиторов мораль не снижается из-за присутствия нежити в армии, в принципе. Естественно, вампиры тоже будут восполняться сверх нормы или до 36-ти. Вопрос меня тоже интересует. Немного сильнее, немного сильнее. Хочу посмотреть. Вот этот, по-моему, замок. Да, генерал Фагот просили победить. Но это будет непросто. С этой армией будет это очень непросто. Без воскрешений, только с возвратом времени пяшка будет с ними сражаться. Попробую я, наверное, еще Плащ Чародея вытянуть, пока у меня Ярость присутствует. Только перед этим сохранюсь. И Плащ Чародея бустануть. Потому что тут сопротивление магии-то очень круто. Еще, наверное, нужно сделать ход конем и щит вот этого драконоборца одеть. Потому что фаерболл это жестко. Конечно, один за щиты, а на драконоборца целых две защиты. Лидерства будет поменьше, но зато сопротивление магии... Нет, пока не катит, да? Тернии. Не хватает лидерства. Ладно, неважно. Давай. Так, попробую улучшить свойства. Что тут? Рут. 2700. Ну, башни не очень мощные. Правда, их 4 штуки. Кстати, у меня беспокоят дриады. А у них что? Парит. Враг не отвечает. Красавица. При атаке на у нее ближняя атака. Мораль армии. Забвение. Призыв тернии. У нее жесткая песня. И колыбель. И колыбель. Блин. Опасная девушка так-то. Очень даже опасная. Ну, тут однозначно надо будет делать призыв. Перед этим, опять же... Этих 60 шаманов. Это тоже жестко. Ну, давай масляную гадость сюда для начала. Далее призыв дракона хаоса. Надо сносить как-то вот этих вот всех. Друзьяшек. Сразу же давай маны мне. Да, побольше. И они самую слабую башню охраняют. Которая сдачи не дает. Это плохо. Меня вот эти три башни беспокоят с ихними фаерболами. Блин, дурацкими. Ладно. В любом случае. Давай, ползи сюда. Пока что деф. Ты. И в башню я ударить только через вот этого смогу. Ну, ладно. Сначала выжигаю вот этих засранцев. Опа. Рауш 57. Она, значит, практически не дает. И дохнет очень быстро. Давай. Трансформация. Сразу снимаю замедление с помощью трансформации. И нужно какую-то башню. Атаковать. Наверное, вот тут. Вот эту вместе со скелетом, лучником. Я попробую уничтожить первый. Что он будет делать? Призыв. Ой-ой-ой-ой. Восстановил 11. Этот. 70 скелетов снес. Еще 30. 100 скелетов снесли. Надо, наверное, будет их восстанавливать первым делом. Здесь тоже в атаку. Буду пытаться прорваться к этой башне. Это странно. Не стало вызывать кусты. Прям удивительно. Ладно, ты атакуй. Значит, здесь однозначно призыв терний. Так. Вампирушка. Грызи вот этих вот. Останавливает, зараза такая. Не, а это все-таки тернию призвало. Все-таки тернию она призвала. Блин. Блин, блин. Ману-то я, конечно, могу бустануть. Давай сюда. Ману мне. Мне сейчас, наверное, еще нужно будет зафаерболить. Так, не хватает одной маны. Восстановление скелета надо сделать тоже. Возврат времени. Так. Атакую. Хорош. 170 терний сжег. Прям хорош. Кого бы мне атаковать? Две сотни. Они, в принципе, сдачи слабо дают. Давай. Попробую погрызть вот эту подругу. Ну да. Две восстановилось. Одну сдачу. Это что будет делать? Ух ты шьё. Ух ты шьё. Ух ты шьё. Ух ты шьё. Дебаф. Понятно. Башню он мне так и не даст, да, атаковать. Здесь не дотягиваюсь ни до кого. Почему? Этот ответит на удар. Здесь тоже достаточно слабая атака. Ну давай, грызи рунического мага. Петверых снес. Да ладно. Это ж какой-то рунический маг обычный. Обалдеть. Чё ж вы вытворяете. С этого надо снять превращение. Попробую басику. Ты отходи. А ну давай башенку. Ать. Хорош. Ещё разок башенку. Ать. Всё. Минус один фаербол. Теперь. Теперь. Не достаю, блин, зараза. Не достаю. Давай-ка. Возврат времени было бы, конечно, круто здесь применить. Вот эту пока не убили. Тернию. Не так опасно. Ладно. Возврат времени подождёт. Давай рассеивание. Здесь ещё яд. Яд. Не критично. Что ещё они тут хорошего или плохого сделали? Этот бронированный. Да и пофиг на него. Давай тогда. Я сделаю всё-таки пикирующего дракона. Куда-нибудь. Вот сюда. Например. Бамс. Вот эту башню буду теперь сносить. Здесь. Что я могу сделать? Могу ядовитый плевок. В принципе. 14. Слабо. Слабо. Давай отсюда. Три сотни. Кусь. Не восстановился. Понятно. Значит. Больше. Он не восстанавливается, чем их в отряде. Это только призраки так умеют делать. Хорошо. Здесь через скелетов я, наверное, выжгу рунических магов. Ты, значит, бери ярость. И вот этих гадёнышей бей. Обычный призрак вообще не тащит. А вот продвинут призрак ещё как-то. Ещё как-то может что-то делать. Это чё? О, призыв делает. 48, блин. Ни хрена себе. Вот эту башню надо сносить. Это однозначно. 79 от я... Ой. Ой. Так, а вот сейчас надо срочно что-то делать. Восстанавливать растения. Нельзя их терять. Как они не любят лучников? Критический, что ли? Привидение сдохло. Так, кусты. Кусты никуда не денутся. Придётся биться здесь. Призыва тоже нет. Ну... Ладно, атакую. 70. А чё по вот этому? Один умирает здесь. Тут основной урон башни наносят, конечно. Давай-ка всё-таки мне маны. Я тернии верну. Надо загрызть вот эту башню. Так. Может, одну тернию можно и потерять. Хотя... Ладно. 38 маны у меня. Снимаю я тогда... с вот этого барашка и делаю возврат времени на тернию королевскую. Так, 18. Но, правда, они практически при смерти. Атакую вот эту вот башню с гримлином. 580 слабенько, конечно. Ну, хотя бы без сдачи. Что он сделал? Да я 14 восстанавливает из мёртвых. Да, пожалуйста. Восстанавливай. Здесь мне нужно дальше атаковать башню. 1200. Хорош. Хорош. Практически добил, но не достану я, к сожалению. Ладно. Давайте призраки. Хреначим. Эта башня не даёт сдачи. Ух ты. А маг дерзкий. Не, ну это хорошо, что он никакой гадости не вытворяет. Вот этот закрыл. Этим призраком, короче, каюк. Я понял. Тот потихоньку дохнет от яда по соточке. Опа. Вампиры. И опять он снёс мне, блин, тернию. Да ты издеваешься, ну. Да ты прямо издеваешься. Ладно. Атакуй его. Не вышло. Не вышло. Жаль. Здесь, конечно, могу добить. Могу снести. А давай. Нафиг эту башню. Осталось две. Осталось две башни мне победить. Здесь, значит, вот так вот. И потом большой тернией я тоже буду атаковать. Давай вот так вот без сдачи уже. Опа. 66 сожрал. Прекрасно. Здесь, значит, шаманов восстанавливаю вампиры. Всё, восстановились. Опа. А это растит, растит, растит. Далее. Маны мне, пожалуйста. Маны мне, пожалуйста, пачку. Сейчас драконам нужно добраться вот сюда. По-хорошему-то. Но только через кого? Она здесь тоже призвала. С какой стороны там атаковать, только непонятно. Здесь снести пока что призраков. Либо меня больше дриады эти беспокоят. Здесь я сделаю возврат. Всё-таки не хочу я их терять. Хрена там, да? Не сработало. Уже время прошло. Просрал 30 маны. Жалко. Конечно, лучше бы фаербулами шмальнул пару раз сюда. Ладно, атакуй. Тот сдох от огня, по-моему. Восьмерых. Но это уже не опасно. И вот эта вот башня беспокоит. Надо ману накинуть яд. Ещё на башенку. Что ты делаешь? Не убьёшь ты вампиров. 150. Ха-ха-ха. Хорошо. О, отлично. Не фаербол в этот раз. Это же замечательно. Тогда деф. Здесь. Этих надо скосить. Скосить их полностью. Здесь призыв. Верний. Далее. Ману или пикирующего? Нет, давай ману всё-таки. Давай всё-таки ману. Сейчас я вот так вот сделаю. Потом. Паербольчик сюда. И ещё. А, ещё один не получится. Жаль. Зато получится огненный дождь. Вполне себе мутнуть. Давай огненный дождь ещё. Прекрасно. Вот этих надо добить. Команов, гоблинов. Это что делать будет? Скелетов бить. Призраки здесь все сдохнут. Ха-ха-ха. Продолжай атаковать эту дряду. Здесь теперь можно башню грызть. Давай. Раз. 116. Милишные. Ну, добивают это вот. Куда он пошёл? Ох ты. Тяжело даются улучшения этих предметов. Но зато потом это мне очень сильно поможет. Прям очень сильно мне это поможет. Давай, добивай вот этих призраков хотя бы. Скелеты-лучники. Пока подожди. Сначала надо грохнуть вот эту вот подругу. А теперь скелетом-лучником в башенку давай, заряжай. 340. Прекрасно. Здесь. Огненная стрела. Добить. Супер. Давай, мана, ускоритель. Останавливаюсь. Жаль, тернию потерял. Придётся мне идти всё-таки нанимать тернию. И давай. Хилься. Сжечь на тла всех. Ряды, конечно, только на призыв способны. А так они бесполезные. Давай-ка, расплодись. Ты. Опять милишная, зараза. О, этот ещё не призывал, что ли? А, там откат же идёт, да. Там идёт откат. О, тридцатку скелетов-то грохнул. Это до сих пор от яда башня дохнет. Эй, 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 ты чё, ты чё делаешь-то? Здравствуйте. Ты какого фига вытворяешь? Давай вот не делай так больше. Сейчас, конечно, верну куст. Вот сюда вот. Опа. Семь сотен. Неплохо. Здесь давай опять ману. Опять мне маны пачку. Да, вот это, конечно, комбинация с яростью и маной. Это просто охренительно. Здесь давай возврат времени. Одну королевскую тернию верни мне, пожалуйста. Есть такое дело. А ты продолжай грызть. Добил. Прекрасно. Тогда прекрасно. Это чё будет делать? Росток. Ну, росток тебе не поможет. Получай. Чё даже ярость можно с этого получить. Какой всё-таки крутой этот дракон хаос. Это ж просто... Охренительно. Пусты в атаку. Короче. Никого не ждём. Бегом-бегом-бегом. Надеюсь, он не плюнет опять в мою тернию. Призраком хана. Чё он будет делать? Баф-то? Смех. Да и только ничего он здесь не может. Сношу. Есть такое дело. Есть такое дело. Уничтожил. Ну и... Теперь вот этого... Рунного мага надо тоже погрызть. Здесь беру. Вампир пошёл. 250. Подпалить я как-то не хочу. Своих же. Давай тогда... Вот так. А ты сюда атакуй. Ну и вот так ещё. Добавочно. Не сдох ваш что ли? Тюб. Я думал это будет добивающий удар. Чё-то... Не померла она. Этих можно будет распустить уже. Чё-то около двух призраков. Деф. Деф. Паучи. Ну как-то так. Усмирил. Даже не усмирил, а улучшил получается. 556 ряд рунических магов и гоблины-шаманы. Привидения. В принципе не так много я потерял. Поведения уже были серьёзно так потрёпаны. О! О! Очки действия 2. Ярость 26 будет стоить. Но блин, когда ману улучшает 32 ярости. Сколько? На 9 единиц ярости больше и на 6 маны больше. Блин, ну я даже не знаю. Стоит меня делать... Делать... Очки действия точно мне не нужны. Бесполезная фигня. Ну давай, ладно. Мана ускоритель. Значит. Хранители предмета покорились вам. Предмет изменил свои очертания. И теперь это накидка чародея. Давай посмотрим. Что даёт накидка... О! Неплохо. Стало теперь давать на 5 маны больше. И на 10% сопротивляемости магии тоже больше. Хорошая такая, кстати. Накидочка-то стала. И даже неплохая. Тут мораль на обруч тернии растёт. Этих можно, в принципе, распустить. Сказала практика, они не очень. Надо сгонять за вампирами. Всё-таки... Всё-таки поднанять вампирчиков. Три штучки. Если они погибают в бою, это грустно, печально получается. Набаков, может быть, взять призраки. Как-то мне не очень понравились, если честно. Если их сильно тейпают, они не вывозят. Тут только, чтобы такую армию из нежити можно было с собой возить, водить. Нужно воскрешение нежити. Без этого страдают они жёстко. Жёстко страдают прям. Поискать будет. Может, где-то найду воскрешение. Кстати, у меня есть же здесь в магии странствий зов смерти. Призыв отряда нежити в армию героя. Если есть для него место, лидерство отряда равно текущему лидерству. Давай-ка я пять костяных драконов призвал. Неплохо. Неплохо. Очень даже неплохо. Костяные, значит, драконы. У них ядовитое облако. Вероятностью 90% отравление, 60-80% урона от яда каждого дракона. И сожрать труп. Поедая труп гуманоидного существа, чтобы преобразовать его в отряд скелетов. Фига. Они неплохи. А вот эти костяные-то неплохи. Пригодился свиток. У меня там какой-то еще есть тоже. Пятого уровня отряд. Можно призвать. Только... Он рандомный, скорее всего, будет. Нужно попробовать сохраниться. Посмотреть, что из этого получится, в принципе. Ради интересы. Красный дракон этой штуки. Хренаж себе. Хренаж себе. Иммунитет к огню. Че он умеет? Поток пламени. Выдыхает в выбранном направлении поток пламени с дичайшим уроном. Перезарядка два хода. Ну, мне бы лучше изумрудных драконов. Они ману регенят. И притягивают, подтягивают, бьют без сдачи. То есть два умения у них без сдачи. Этот, конечно, крутой дракон. Но... Не сказал бы, что бы ему очень нужен он мне. Давай сюда, а ты сюда. Мораль низкая из-за того, что он в армии нежитен. Ну, а че поделать? Дроны нужны. Дроны важны. Ладно, загружаю я тогда вот это вот. Не хочу красных драконов. Если бы изумрудные. Еще ладно. Красных не хочу. Поток. Интересно. Он, по-моему, через все поле плюется этим потоком огня. Можно сразу же атаковать. Достаточно интересно. Но не то, чего я хотел бы. Все-таки. Так, давай мне трех вампиров. Значит, сюда. И пока инженеров тоже. С низкой моралью. Я думаю, ничего страшного. Если у него не... Атака, защита и критический удар снижен. Да и ладно. Я им бить, собственно, не собираюсь. Мне главное, чтобы он не бунтовал. Всего лишь. Всего лишь. Главное, чтобы он не бунтовал. Остальное не так важно. Остальным мы все решим этот момент. Скелеты как сдохнут. Надо будет кого-то туда тоже. Может быть дрона. Милишного, например. Он подтягивает, снижает защиту и нежить. И ослепляет. В принципе, неплохо. Посмотрю, как себя покажут драконы костяные. Призраки мне очень не понравились. Они такие себе. Инквизиторов можно поставить. В принципе, вместо скелетов лучников можно вполне себе инквизиторов открутить. С другой стороны, толку с них. На нежить благо не работает. Ну, на тернии, конечно, можно благо кидать. Тернии под благом очень даже неплохие. Можно попробовать такой. Ну, либо с инженерами. Дроны, наверное, тоже неплохо зайдут. Милишных дронов взять. Он как раз будет их ремонтировать. Будет прям полезен. Единственное, что без вот этого артефакта у него скорость не такая высокая. Он будет, блин, 2 мм ходить. Это не очень здорово, кстати. Ого, понятно. Щит я не одену. Ну, накидка мне нравится уже, чародия. Этот успокоили. Череп шамана. Не так страшно. Еще помимо, блин, интеллекта и манку добавляет. 70 маны. Это намного лучше уже, чем 60. Можно прям повоевать. Так, здесь у меня все, да, кроме скелетов-лучников. Значит, сохраняюсь. Пускаюсь сюда в подвал. Здесь гуляет алхимик. С нежитью. В принципе, можно будет его сейчас шварнуть. Давай-ка, иди сюда. Давай-ка, иди-ка сюда. Тоже вампирчики. Скелетики. Вот скелетиков сейчас надо сразу вместе с алхимиками. Вот так вот им сделать. И потом призыв сразу же дракона хаоса. Опа. Хорошечно. Получилось. Шахтеры не опасно. А, это инженеры. Это уже... А это все инженеры, что ли? Злядя, алхимики. Оказалось, тут алхимики гуляли. Ну и ладно. Я, собственно, и не против. Мне нравится этот дракон. Ну, прям хорошо так летает. Летает прям очень даже. Нежить. Нежить, нежить. Атаки ночью и в подземельях. А это как раз подземелье. Ладно. Тут ждать нечего. Давай, долетаю. И ядовитое облако. Хренак. У-у-у-у-у-у-у-у. О-о-о-о. А это сильно. А это офигеть, как сильно. Здесь надо двоих, либо вот этих двоих. Скелет. Сколько у тебя скорость передвижения? Выбежать он из этого поля точно не сможет. Хотя... Ну ладно, давай скелета жгим. Нельзя его отсюда отпускать. Ты, Настя, скелет в упор-то. Жахнул. Хотя у него штраф идёт. 7-13 погибает. Ну давай, бей. Пятц. От яда у них не очень много урона. О, святой. 9 дамага. 30 дамага. Вот скелетом больно было. Загорелся. А что, это банка ещё и поджигает, да, получается? Не знал я такой фишки. Ну ладно, буду иметь в виду, что против нежития она намного эффективнее. 80 сгорело. Хрена себе. Хрена себе. Так, здесь. 7-9. 4-7. Давай, лучше 7-9. Тац. Практически скелетного дракона вынес. Ну там, если что, возврат времени надо будет применять. А зачем они меняют форму? Так, здесь однозначно надо снимать. Ожог, поджог. Тут откат. Поедать. У трупов пока нет. Я бы, конечно, что-нибудь сожрал, какой-нибудь труп. Но пока трупов не имеется. Давай, наверное, пикирующего дракона применю. Пока вроде бы хватает мне маны. Так что пикирующий. А вот теперь труп. Давай. Сожрать. А? И... Что? А-а-а. Хрена себе. То есть он съедает, а потом может выплюнуть. Лидерство отряда равно 50% от лидерства драконов в момент поедания тела. Даже если его покоцали, он, в принципе, может вызвать. Хорош. Прям хорош. Сейчас я выкину скелетов, потом сделаю откат времени, выкину еще раз скелетов. Так интересно сработает? Было бы интересно, если бы это так работало. Что я хотел сделать здесь? Давай отравление вот на тебя я кину. Чтобы атаки у тебя было поменьше. И скелетов выжгнули. Ух ты критический. Хорош. 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 Вот этого убить. Вампирчика. Этот отрегинился. И добить второго вампирчика. Семь сотен, блин, он вызвал кустов. Хрена себе. Всегда бы он так по семь сотен кустов вызывал. Тринадцать? Пятьдесят? Ладно, подожди. Дрон, значит. Давай поближе. Не убивает. Вот этого давай. Шахтера. Опа. Еще полтинник сгорело. Но если вот этого призванного кто-нибудь долбанет, то он сдохнет. Ты давай отходи. Значит, отравляющую. Вот в этого засранца. Два отравления? Опа, убил он все-таки, да? Он все-таки его убил. Получится мне его вернуть или нет? Вот этот мне вопрос интересует. Давай, терния. От скелета лучника избавляемся. И здесь призыв еще одного дрона. Все, задача, в принципе, выполнена. Тут, значит, я выплевываю скелетов. Оп-таки. Собрались. Нормально. Далее. Делаю возврат времени. Уровень цели не позволяет. Здесь это магия кого? Искажение. Искажение. Блин, искажение. А я не прокачал. Я шапнулся. Мог бы. Ё-моё. Дракона потерял. Это обидно. Слушайте. Вот это сейчас очень даже обидно. А вернуть я его никак не верну. Однако. А дракон такой хороший. Три сотни скелетов выплюнул. Три сотни скелетов. Это же охренительно. Тогда давай пикирующий. Ладно. Дракон погиб. Это будет мне наукой. Я как-то не подрасчитал этот момент. И теперь попробуем вот этого сжечь погонца. Ну поджог и два отравления. Можно даже два. Удивительно. Получается от умения и от заклинания. Это разные отравления. Прекрасно. Так. Ты теперь погнал в атаку. Ух ты. Призыв. Ладно. Призыв и призыв. Кидай склянку. Еще один дрон механик. Так. Так. Капец. Вот там 4, 12, 9. Так. Вот сейчас нужно не потерять еще одного дракона. Никак нельзя его слить. Вот этого я добиваю. Так. Далее. Далее. Что я могу сделать? Могу сжахнуть. Своего зацеплю. Его я не хочу зацепить. Вот этого убью. Ровно призванного. И еще один по гномятнику. Далее. Пинок. Давай пинок. Скелеты эти даже ничего не сделают. Ну и так добиваю. Не. Костяной дракон неплох. Совсем неплох. Прям вот совсем. Мне нравится как он скелетиков-то бустит. Все. От этих избавился. Которые тут туда-сюда ходили и мне мешали. Это хорошо. Этот меня просил помочь ему сыну его. Здесь у меня что? Здесь у меня инженеры. Да. Инженеры. Гномы-пушкари. Кстати. Бутылки ярости надо все купить. Они мне нужны будут. Пойти все-таки заняться этим засранцем. Может конечно плохо кончится. Потому что он непобедимый прям какой-то рудокоп. Рудокоп. Рудокопчик. Ладно. Сохранюсь и я думаю вытащу. Что-то заклинание. Тут шахтеры, бригадиры. Орда Звероглазов. Вот это конечно жестко. Ладно. Погнал. Надо помочь грустному гному. Хрена себе он скелетов превратил. Но я сейчас сниму это заклинание. Дружище. Ты 35 маны потратил, а я потрачу 5. Этот с гипнозом или нет интересно? Хрена себе он. Хрена себе. хрена себе. Как ты добежал-то? Ха 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 Ты что прикалываешься что-ли? И этот добежит? Что что это нафиг было? Марш бросок скорость инициатива увеличены. Бег и я в шоке. Слушайте, я прям в шоке. А, у него нету. Тогда это не такой опасный звероглаз. Здесь я бустану наверное яд. Блин, капец они жесткие ребятки оказались. Возврат времени. надо наверное призвать потом вернуть время призвать еще раз. Ну скелетов убили ну и ладно хрен бы с ними убили и убили. Чаровая молния наверное мне здесь пригодится все-таки начну с нее. давай еще вот это их бафает бригадиров этих дурацких не думал что у них такой тандем хорош посидеть бригадиров сдохло у них 120 здоровья ё-моё ё-моё моё ё ладно давай иди сюда значит вот так вот инженерам как же больно давай меняю место расположения вот так вот здесь надо призывать дронов это по любасику так теперь твой ход получается у меня вот такой вопрос беспокоит завершится ли этот тур я так смотрю инициатива в этой тернии совсем поганая если сейчас призову а потом начнется возвращает выбранный отряд в его состояние на начало прошлого раун в принципе вариант нормальный давай призываю призываю терний 50 годиров сдохло что зараза творишь так демон просто демон они издеваются над кустами нет яда хорошо дохнут 8 сейчас так давай это возвращайся на начало прошлого раунда 18 прекрасно вернул к начальному состоянию это хорошо вот с этими надо у него чё нет штрафа в рукопаш блин 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 здесь его оставлять явно не стоит иначе бригадиры сейчас его начнут пинать со всех сторон лучше пусть пинает злобный глаз давай вот так пока не убил плюс он еще отравляет нормально что будет делать серьезно понятно хана моим дракончикам так ты атакуй 70 неплохо совсем неплохо блин ты жди вот этим дроном надо куда-то смыться куда-то надо смыться давай-ка вот так злобного глаза шандарахну здесь я тоже никуда не денусь ладно атакуй куст актерами драка здесь призыв новой тернии будет она биться этих покоцов аж семерых ну ладно здесь я их могу нанять это не проблема кого в этот раз жахнет 50 бригадиров нормально нормально опять он заклинанием воспользовался но это призванные о давай-давай-давай-давай так иди хренас себе он его полностью уничтожил я думал успею починить это что было марш-бросок бригадиры используют 400 снес серьезно то есть кустам хана получается нет выжили но очень мало теперь точно хана призвал он кстати совсем немало кустов кого будет бить дронов интересно интересно получается драконом уже не жить это явно интересно вот этих он сможет поглотить может ли поглотить он кустов нет к сожалению кустами он не питается это грустно печально но как есть так мана пока что имеется можно еще шаровую одну сделать но если в этом смысл если он будет бить вот этих давай ладно еще одну шаровую призываю возврат времени здесь пока не требуется надо травить наверное этих гадов максимально максимально травить ну чем тебе этот бригадир то не угодил бей гномиков лучше странная фигня ладно давай я сделаю еще призыв здесь например вот здесь или не стоит мне этого пока что делать в принципе я мог бы с помощью жертвы с помощью жертвы попробовать вернуть даже пятого уровня дракончиков этих броня глота либо призыв не призыв будет посильнее кстати зеркало 14 23 44 два зеркала по 44 это уже мощно здесь два зеркала давай вот так вот бригадиров то раз бригадиров то два и уже от одного бригадира практически избавился здесь атакую тогда шахтеров таких битвах зеркало удобное заклинание ага ага ну тут что я могу сделать давай вампира и пойду грызть вот этого лучника разлучника начало конечно бригадира первого куснул сколько у него 8-12 атаки здесь починку наверное я применю самый лучший вариант из того что здесь есть и давай сюда того того пока трогать не буду вот этих вот злобных глазов надо выносить устами ну ладно прошлого хода ладно давай вот так о отлично 39 злобных глазов и опять он блин атакует заклинанием кого будет бить кусты прекрасно сдачи второй бригадир дронов это отличная новость и последний кого будешь бить инженеров уничтожает понятно инженером хана наверное надо возврат времени на инженеров мутить ты грызи вот этих злобных глазов так броню на бригадира не надо было мутить ну чё ж ты творишь то ё-моё вот здесь я сейчас их отравлю что по зеркалу 8 67 можно зеркалом а давай 67 зеркалом и теперь возврат времени на инженера делаю 11 всё же меньше нанимать их да теперь тут значит вот так вот травлю этих засранцев здесь слепить наверное не выйдет ну атаку его сдачи он не даст считается с ближней дистанции дальняя атака возвращайся буду тебя чинить буду тебя чинить если успею конечно кусты давай сюда здесь призыва пока нет 6 13 это тоже враг ответит на удар сколько здесь ой он еще и под багой а этот под отравлением ну ладно бей 90 280 не убил тернию пока что пока что жива о усает вампира молодец так и делай не 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 а ты ты не надо стерых снес жестко жестко однако и последнее заклинание от безумного рудокопа поломал мне зараза тернию вторую тернию поломал ладно хорошо здесь надо ману иначе я возврат времени применить не смогу ману надо однозначно так здесь на тернии возврат времени воскрешаю двоих здесь значит сверху надо как-то его куснуть двоих всего убил один восстановился слабень блин это было а то это что сотворила принять демонит просто очень жестко здесь могу в принципе впитать урон дракона нет давай лучше вот этого атакую опа 100 урона не убил вампирам хана вампирам хана чего не вытворяют эти демоны давай скляночку опа хотя надо было починить лучше 9 сдохло от яда этот будет тернии добивать пока неплохо здесь значит бригадиров нац хорошо там побежал блин что все за вампирами что ли рванули точно вампирам хана вампиры не выживут блин надо наверное на вампиров возврат времени замутить что-то он и туда пробежал и сюда пробежал какую-то жесть вытворяют давай на начало прошлого раунда там двадцатка была по-моему вампиров очень много они нанесли дамага давай возврат времени даже 29 вообще хорошо давай тогда грызи грызи его полностью 31 тут что их воскрешают что ли не пойму ты статуя чтоб тебя ты чё делаешь ты жуй 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 глотай этот труп во-первых во-первых два восстала два маловато будет здесь уже чинить некого поэтому атакуй тернии призыв кустов призыв кустов ну победа будет за мной это явно инженеров придется нанять новых так серьезно пострадали очень даже серьезно уровень цели 1.3 так что я могу здесь сотворить такого и такого во-первых маны мне надо во-вторых грызть вот этого засранца нужно потом выплюнуть скелетов тоже не помешает яростью беда 49 маны опять 31 отлично о в этот раз моих бы установа так значит выплеваю скелетов критическими ты зачем бьешь но так все хорошо было ну уже 31 был давай грызи этого гада это уже не серьезно это уже не серьезно значит можно конечно возврат времени сделать на этих мэри ладно давай возврат времени сюда вампиров верни мне пожалуйста чего чего так далеко откинуло понятно сам себе сотворил фигню полнейшую бывает в жизни огорчение когда ты их совсем не ждешь то я не подумал что они будут такие покосанные понял у нас еще и тернии солью кучу за свои глупые ошибки ладно ну ману то я могу конечно вернуть тернию тоже смогу в принципе вернуть одну так ты грызи ты грызи ка ты грызи о сейчас я ему строю веселую жизнь ну-ка дракончик иди ка сюда далее возврат времени на тернию делаю так так здесь ядовитое облако хренак отравил обоих ты что будешь делать зараза такая вампиров высекать понятно ну-ка 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 так так второй что будет делать дракона грохнул зараза такая дракона грохнул так смогу я жертву нет на призванных жертва никак да не применяется грустно 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 давай-ка я тку сюда Ну и пытаюсь грызть ее. Кампиров, конечно, уже восстановить вряд ли получится. Драконов тоже я профукал целую кучу. Убей уже, че. Мне прям тяжко. Мне кучу денег, я свою сливаю. Так, бригадира, давай. Ать! Черния куснула. Вот эту фигню сломай, блин. Мне она никак не помогает. Так. Тут, наверное, стоит благо навесить на вот этих кусты. Добить бригадиров, нахрен. Мнуть вот этого засранца. И воскрешение применить. Ага, да, там уровень цели 1-3. 1-3. Да, вампиры не тянут, не тянут. Прям совсем не тянут вампиры. Да, эти не тянут. Надо, наверное, думать, что-то все-таки с гномами. Какую-нибудь тему. Колечко менять. Хрена себе, 56 тысяч! 56 тысяч золота! Ёкараны бабай! Правда, половину я потрачу на наем вот этих всех, но как бы окупилось. И 4269 опыта. Это тоже мощно. Плюс задание я выполнил. Еще получаю 7 кристаллов магии и дополнительную тысячу опыта. Теперь здесь. Обелиск молнии. Прочесть письмена. Великий король Борг покоится здесь. Повелитель нижних земель и владыка молний. Только тот, кто быстро в мыслях своих и поступках сможет оседлать молнию и стать единым с грозою. Коснуться топором обелиска. Вы коснулись топором холодного камня. Пару мгновений спустял. Таль задрожал. Слепящий свет озарил лезвие топора. Смотреть, что произойдет дальше. Топор стихии появился. Поднялся в воздух и ярко вспыхнул. Вы закрыли глаза. А когда открыли, топор уже лежал на земле у ваших ног. Вы взяли топор в руки и ощутили приятное покалывание в ладонях. Похоже, сила молний изменила его. Вот что, посмотрим, что тут сила молний дает. Фигаш. Две атаки. 5% критического удара и 10% аксиль заклинания молнии. Ну, блин. Мне бы лучше к огненным каким-нибудь заклинанием а не аксиль заклинания молний. Но критически это круто. 5% это очень даже круто. Правда, оружие у меня может носить только теперь один персонаж. А вот этот чародей безоружный. И это проблема. А еще раз могу я устануть его. Нет, к сожалению, не прокатит. Ну, задание выполнено. Теперь надо вернуться к дядьке. Сказать, что его собственно отомщен. Отомщен его сын совсем и полностью. Капец, мне всех. Всех уничтожили. Просто всех уничтожили. Хорошо, давай мне. инженеров тут нет, что ли? Нет инженеров. Ну, бригадиров я точно не хочу. Вот инженеров мне нужно. Все-таки. А, то есть оно само по себе да, выполнилось получается. Его победил и молодец, да? Да, безумный рудокоп выполнено. Хорошо. Ну да, мне же дали награду. Хочу еще вторую награду. Больше наград хочу. Любитель наград. Ну и на этом пока что все. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Всего хорошего. И до новых встреч. Еще услышимся. Пока-пока.